Это вообще криминальная функция, которая ограничена только жизнью Путина. Вот как только он умрет, получается, да, вся эта система рухнет сразу. Ее сохранить невозможно. Не кажется ли вам, Михаил, что только один монстр способен сожрать другого монстра? Не кажется ли вам, что Запад беззубен против Путина и что его может ликвидировать только ФСБ? Насколько Владимир Путин контролирует ФСБ? Насколько он контролирует своих сыпных псов? Всем привет, уважаемые друзья канала Собин Гьюз. Мы снова сегодня с Михаилом Тевасяном. Ведь почему? Потому что пишут и пишут в комментариях. Михаила слушать очень интересно. Даешь с ним стримы и эфиры каждый день. Ну, каждый день, друзья, пока технически не получается, но мы будем пытаться делать это почаще. Я приветствую вас, уважаемый Михаил. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики канала Собин Гьюз. Уважаемый Михаил, сегодня мы знаем, что некто недомерок, который сидит в Кремле, поздравил своих коллег, КГБ, ФСБ и прочих спецслужбистов с профессиональным праздником. Как вы думаете, какую роль в жизни Российской Федерации и ранее Советского Союза играет вот эта вот недочеловеческая структура, которая тогда звалась КГБ, в Беларуси она сейчас так называется, а сейчас она называется ФСБ. Насколько велика ее роль и как она мешает или помогает жить рядовым россиянам? Ну, прежде мы должны понять, что из себя представляет эта структура. Есть большая разница, кстати, между КГБ и ФСБ. Очень большая. Я думаю, может быть, мы именно здесь и найдем эту разницу, удостоверим ее, выведем эту разницу так, чтобы люди видели и понимали, о чем идет речь. Да, действительно, когда была учреждена ВЧК, вы знаете, да, ВЧК, дело в том, что это часть исполнительной власти с определенными функциями, главная из которых, это действительно функция, связанная не просто с исполнительной системой власти, а с тем, чтобы эта структура охраняла государство, вот так скажем, да, то есть стояла на охране государственного устройства, да, страны. Дело в том, что очень важно посмотреть, для чего служит эта структура. Стоит ли она на страже государства, в чьих интересах. Если это в интересах власти, это одна грань. Если это в интересах народа, это совершенно другое. Вот. И мы должны понимать, что эта часть исполнительной власти, спецслужб, всегда стояла на стороне власти. Вот для этого и учреждалась ВЧК, чтобы сохранить власть большевиков, которые захватили в ходе государственного переворота в 17-м году власть в стране. И затем, в 20-м году, когда эта власть начала трещать по швам, необходимо было создание части вот этой вот службы, спецслужб, которая бы стояла на страже именно государственного строя. И тогда государственный строй, он был учрежден по принципу пролетарии всех стран, соединяйтесь, диктатура пролетариата, коммунистическая партия и так далее. Вот на страже всех этих принципов и была учреждена эта служба. Потом она прошла эволюцию, превращалась в ОКПУ, НКВД и потом уже в КГБ СССР. И вот заметьте, всегда эта служба стояла на страже именно власти. Государство это я, государство это я, это было Политбюро. И вот она сохраняла вот эту вот абсолютную власть Политбюро. Как в свое время абсолютную власть Людовика сохранялись с определенной спецслужбой, и Людовик XV провозгласил себя как государство это я, вот тогда государством и было Политбюро. В чем отличие от ФСБРФ? Вот мы сейчас должны понять. Дело в том, что эта спецслужба стояла на страже. Значит, абсолютной власти Политбюро, ЦК КПСС и абсолютной власти коммунизма. Да, это было учреждено, в общем-то, и в Конституции, и везде, и всегда. Это было абсолютное служение, значит, вот этой власти, власти Политбюро. А вот сейчас, после 91-го года, прошла эволюция уже этой спецслужбы, и она стала субъектом, совершенно автономной. Она уже не подчиняется власти. Она есть власть, понимаете? В этом отличие КГБ с СССР от ФСБРФ. ФСБРФ сейчас является сама властью. То есть она была раньше учреждена как спецслужба, сохраняющая власть Политбюро в стране, власть коммунистов, власть большевиков, так скажем. А сейчас она абсолютно является самой властью. То есть ФСБРФ нужно учреждать новую спецслужбу, которая бы стояла на страже ФСБРФ. То есть вот такая абракадабра получилась. В чем заключается отличие ФСБРФ от КГБ, например, Беларуси? То в Беларуси вот эта спецслужба сохранила то, что изначально создавалось в 2020 году. То есть чекистами. Они как бы служат власти, то есть служит Лукашенко. У нас совершенно другая история. У нас ФСБРФ является субъектом автономной взятии. Чтобы мы понимали, если мы дальше будем обсуждать эту тему. И есть главный конфликт верхов сейчас в России. Конфликт заключается в том, что ФСБРФ не является уже спецслужбой, а является сама властью. И у него конфликт с теми, кто непосредственно выполняет властные функции в этой вертикали. Потому что там есть не только те, кто пришел из спецслужб, а есть те, кто пришел из криминала, те, кто пришел из либерального крыла путинизма, и те, кто пришел из других ответвлений, в том числе и национальных республик. Вот так можем сказать. И вот здесь состоится как раз-таки главный конфликт, свидетелями которым мы, надеюсь, все будем. Мы будем очевидцами того события, когда в этом однозначном противоречии должен быть какой-то победитель. Потому что у нас на самом деле той службы, которая стоит на страже государства, ее уже нет. Потому что сама спецслужба и стала властью. Вот в чем причина этого конфликта, за которым и мы будем сейчас наблюдать. Как они выйдут из этого положения? Ни одна страна из этого положения сухой из воды не выходит. Этот конфликт настолько противоречит, что я вот сейчас думаю, даже война, которая вполне возможно, о которой все говорят, вот сейчас, да, война в Украине, война в Беларуси, война в странах Балтии, которая может быть, да, война в Си. Все есть результат вот этого противоречия, внутреннего конфликта. Надеюсь. То есть, уважаемый Михаил, вы высказали совершенно такую интересную мысль в плане того, что организация, которая должна охранять государство, должна охранять народ, в данной ситуации, в сегодняшнем дне выглядит так, что она охраняет сама себя. То есть, монстр охраняет монстра. Это не собака, которая на поводке, это собака или собаки, которые захватили власть в стране и теперь уже сами гнобят своих хозяев, а не как это должно быть в нормальных странах, и не так, как это было раньше. Как вы думаете, кто кого охранял, кто был на поводке в Советском Союзе? Та же ситуация была, или несколько другая? Нет, там знаете, как получается, что большевики, когда пришли к власти, и когда государство начало сцепаться, необходимо было защитить эту власть. Да, она была, значит, власть валялась тогда на дороге в 17-м году, ее подобрали как раз-таки большевики, те люди, которые, в общем-то, исповедовали террор в основном. Если взять, значит, исторические события, которые происходили с 17-го по 20-й год, то необходима была спецслужба, которая могла бы сохранить взятую власть в ходе государственного переворота. И эту службу они создали, назвали ее ВЧК. То есть они создали, совершенно верно, цепного пса, чтобы натравлять этих цепных псов на тех, кто возмущался, или тех, кто предпринимал какие-либо действия, не согласные с властью большевиков. И вот для этого ВЧК и работала. Поэтому у нее были в основном расстрелы, в основном они действительно подавляли, очень жестоко, физически подавляли, идеологически и так далее. Это были цепные псы. А вот сейчас эти цепные псы и стали самой властью. Вот в чем разница между ФСБ, РФ и ВЧК, ОГПУ, НКВД и КГБ СССР. Вот главная связь в том, что цепные псы стали властью. И это противоречие, которое сейчас и обнажило себя, то есть обнажило язвы путинизма. Что сделал Путин? Вернее, что сделала связка криминала и, значит, спецслужбы, которые были использованы для того, чтобы привести в власти самого Путина, сына ВЧК, сына КГБ СССР, сына чекизма. Это привело вот к тому, что эти вещи на самом деле несовместимы. Они не жизнеспособны. Ни одна страна в мире не живет на этом принципе. И вот это противоречие, заложенное в основу путинизма, когда спецслужбы, когда цепные псы стали властью и является ключевым, которое, говорит самое главное, эта система не жизнеспособна. Михаил, а как вы думаете, почему именно выходец из этой конторы возглавил Путинскую Федерацию и благополучно удерживает власть на протяжении 20 лет, как уже? Я думаю, здесь любая фамилия могла бы выйти. То есть ФСБ РФ использовала вот это вот аморфное состояние после 1991 года, когда в Российской Федерации не была проведена иллюстрация, не были проведены соответствующие реформы и не были основаны вот эти механизмы демократии. То есть отсутствовало государство. И в первую очередь, вот слабостью этого государства воспользовались как раз-таки криминал и чекисты. Вот они и создали вот это аморфное состояние уже путинизма, это критическое состояние государства, это состояние противоречивое, такого быть не должно. Но это был использован Путин, на которого был компромат. Компромат был основан на докладе Салье, основан был на уголовном деле и основан был на его связях с криминалом, о котором прекрасно знали все те, кто служил в ФСБ РФ уже тогда. Вот в этом, значит, в этой спецслужбе, которая в то время, в начале 1991 года, уже не выполняла своих функций, она не была исполнительной властью, но она была, то есть она не была вот этой вот частью исполнительной власти, которая должна была стоять на острове государства. Государства не было, им нечего было охранять, они поэтому и взяли государство в полом, они его взяли в плен, понимаете, что получилось. И использовали криминальные связи Путина, полагая, что они могут управлять им в любом случае. Тот же самый Патрушев думал, что тот же самый, значит, там был, там многие были, кто из этого, выходцы из ФСБ РФ. И в этом состоянии, конечно, когда отсутствует, то есть, почему упал Советский Союз? Государства уже не было. Государство было основано на, значит, и коррупция там была, особенно во многих республиках, там просто процветало Махровым. И все это действительно от того, что, почему государства не было? Потому что не было самого главного института, который мог бы укрепить эту государственную власть. То есть не было парламента, не было власти народа. Сама власть, она сама по себе, она сгнила просто, понимаете, что произошло. И при падении Советского Союза никто не идентифицировал, что, оказывается, не было парламента в Советском Союзе, не было народовластия, не было исполнительной власти качественной, которая должна была служить обществу, а не политбюро. Вот это все. И что получается? Многие, понимая, что вот этого всего не было, это все было разрушено, многие не понимали, что необходимо было провести эту иллюстрацию как можно быстрее избавиться от этих старых кадров, которые просто не видели, чем они занимаются. Или, наоборот, видя, что государство разрушено, то есть не было нормальной полиции, судебной системы не было, не было депутатов, которые могли бы парламентское расследование. То есть многие видели это, они использовали эту ситуацию практически без власти или криминальной власти, или просто непонятно какой власти в своих личных целях. Всем это было выгодно. И если кто-то из спецслужбы, которые должны были следить, контролировать качество исполнения государственных институтов, вот они кое-кто пытались что-то сказать, их отравили. Одного полониям, другого чаем, третьего просто убили, понимаете? Были такие выходцы, которые пытались свою функцию нести, то есть контролировать качество института государственной власти. А были те, которые не хотели, чтобы государство работало как положено. Наоборот, они хотели поиметь от этого состояния, аморфного состояния государства в личных целях богатство. Вот одним из них и был Путин, выходец из этой спецслужбы. Но когда он начал реализовывать свои преступные помыслы, вот и привело к тому, что возникла ситуация сращивания криминала со спецслужбами, которые не хотели выполнять свои прежние функции, а прежняя функция это служить политбюро или служить власти. Нет, они сами стали властью. Потому что если бы они этого не сделали, а сделали так, как это раньше делало НКВД, ОГПУ, как это раньше делало КГБ СССР, то их деятельность, если бы они были как спецслужбы, привели бы к тому, что власть через некоторое время должна была открыть уголовные дела на всех членов спецслужбы, которые привели к власти Путина. Вот они тогда получили все по очень серьезным срокам. Но им этого не нужно было. И единственный выход, чтобы спасти свои преступные деяния, был только в одном. Стать самой властью. Что они и сделали. А теперь кто их будет охранять? Цепных псов. Вы понимаете? Это противоречие. Такого быть не должно. А вот это, к сожалению, случилось в России. Михаил, а насколько Владимир Путин контролирует ФСБ? Насколько он контролирует своих цепных псов? Я думаю, он не контролирует. Он пока является, если взять функцию пахана, он пахан пока. То есть он пахан, он разруливает критические вот эти моменты, столкновения тех, кто является выходцем из спецслужб ФСБ РФ, выходцы из Минобороны. Там есть выходцы из криминальных структур. Есть просто бизнес. Есть, например, «Газпром» и, например, «Сбербанк». Миллер, Сечин или Греф. Которые хотят играть в свою самостоятельную игру. А спецслужбы, взяв власть в свои руки и став властью, хотят и этих тоже забрать у них это все. Но понятно, что это невозможно. Понятно, никто с ними рассказать не будет. И Путин, как бы он разводит, он работает с этими кланами, являясь, в принципе, функцией его пахана и смотрящего. Это не функция государственного, это не функция президента. Это не функция государственного деятеля. Это вообще криминальная функция, которая ограничена только жизнью Путина. Вот как только он умрет, получается, вся эта система рухнет сразу. Ее сохранить невозможно. Ее невозможно реформировать. Ее невозможно вообще что-либо снизить. Она просто, созданная ФСБ, РФ, Путиным и криминалом, в тот же час рушится, как вот пирамида, стоящая на вершине, как только заканчивается жизнь Путина. Никакого тысячелетнего рейха не будет. Как вот Третий рейх был ограничен жизнью Адольфа Гитлера, вот так и путинизм ограничен жизнью самого Путина. И надо это сказать всем гражданам Российской Федерации, что в данный момент мы находимся под угрозой саморазрушения Российской Федерации из-за того, что народ не взял власть в свои руки. В очередной раз. А Путин, который говорил о том, что есть две даты трагические в истории России, 17-й и 91-й год, он сказал следующее, что он не допустит никогда в этот раз падение. То есть он не поступит так, как поступил Николай II или как поступил Михаил Горбачев. Вот если бы у нас был нормальный народ и народовластие, вот когда он это сказал 20 лет назад где-то, то народ бы задал следующий вопрос. А зачем тебе, Путин, вновь создавать эту критическую ситуацию? Ты что, намерен вновь создать вот эту систему абсолютной власти? Ты хочешь это создать? И посмотреть теперь на прочность российский народ? То есть если ты считаешь, что Николай II мало крови пил у народа или мало крови пил у народа Политбюро, значит ты вновь создаешь ситуацию, чтобы вновь пить кровь у народа. Вместо того, чтобы создать сильное государство и развитое общество. Хотя бы приложить усилия к этому. Нет, он вновь создает критическую ситуацию. Он сам признался в том, что он сделает точно так же, как сделали большевики, и точно так же сделает критическую ситуацию, как это сделали монархи. Вот тогда бы народ уже задал ему эти вопросы, к чему ты стремишься. И весь ход истории путинизма, который начался с того, чтобы привести к власти человека по фамилии Путин, который не обладал никаким рейтингом, он у него был ноль, зеро. Но для того, чтобы повысить его рейтинг, нужно было уничтожить дома в Москве, нужно было провести атаки в Волгодонске, и в прочих... Вот за это как раз-таки мы, зная по книге ФСБ «Взрывает дома», вообще-то мы уже знаем, что это была за операция, какую цель эта операция преследовала. Мы знаем, что случилось с Рязанским «Сахаром», как директор ФСБ говорил одно, министр МВД говорил другое, журналисты тогда еще были, которые пытались прояснить ситуацию с этими взрывами домов. И вот с того момента мы уже видим, как происходит этот захват власти, который в первую очередь уничтожает свободу слова, средства массовой информации, несколько сотен журналистов, которых закапывают могилы. И затем используются другие криминальные элементы функционирования этой власти, власти ФСБ и криминала, которые привели уже к абсолютной власти Путина. И Путин является соучастником всего этого процесса криминального, который привел вновь не только к противоречию, не только к абсолютной власти, но и к точке трагедии, к очередной, к третьей очередной точке трагедии по уничтожению государства. Потому что если в свое время были опричники, в свое время были КГБ СССР, то сейчас власть Путина, путинизм, он не имеет той спецслужбы, которая стоит на старше государство. Он и есть сама власть. А это противоречие очень плохо закончится. Михаил, я практически совсем согласен, что вы сказали, но, наверное, все-таки Путин это не соучастник, а это именно организатор и душевный и финансовый вдохновитель этих процессов. Кстати, не кажется ли вам, Михаил, что только один монстр способен сожрать другого монстра? Не кажется ли вам, что Запад беззубен против Путина и что его может ликвидировать только ФСБ? Вот я почему-то в последнее время все больше к этому склоняюсь, что это единственный вариант спасения российского народа. Ну, я бы сказал бы не ФСБ, я бы сказал бы дворцовый переворот. Скорее всего, если... Вы знаете, в чем слабость этой позиции? Слабость этой позиции в том, что путинизм, да, или как система абсолютной власти, значит, приводит в эту вертикаль власти согласно методу отрицательного отбора. Людей без ума, совести, чести и достоинства. Людей, которые не способны мыслить. Людей, которые не могут быть государственными деятелями. Вот именно вот этот принцип отрицательного отбора и может помешать России выжить в этом состоянии противоречия. Потому что там собрались люди просто без мозгов. То есть у них есть мозг, у них есть ум, который функционирует. Но он функционирует не во благо России, как государства и общества. Крепкого государства и развитого общества. А как мозг, где главными элементами его функционирования является личная выгода и мания преследования. И, значит, кроме мании преследования, мания величия может быть еще. Ну, другие психические отклонения. Вот, к сожалению, во власти у нас, вот что мы на законодательную власть посмотрим, да? Что на исполнительную? Мы же их слушаем, да? Или в средства массовой информации, да? Рупоры, да? Или вот того же самого Пескова или Лаврова. Вы же видите, метод отрицательного отбора привел к искажению не просто ума этих людей, а к искажению общественного сознания. К искажению общественных отношений. И все это сказалось на тотальной нищете сейчас граждан Российской Федерации. Если бы, я думаю, вот не COVID-19, который сейчас в мире деформировал, да, вот политическое поле, да, и информационное в том числе, вот. Я думаю, COVID в данный момент сыграл на пользу этому режиму. То есть вот те ограничения, которые пошли по всему миру, они как раз-таки сыграли ту самую роль по укреплению в том числе и режима Путина в России. Потому что сейчас все заняты своими проблемами. Каждый занимается, и все это сопряжено с ограничением прав и свобод граждан многих стран. И все это, естественно, оказалось выгодно Кремлю. Почему? Выгодно Путину и его ближнему кругу. Потому что они рассчитывают, что странам развитой демократии некогда будет заниматься мировой политикой. Пусть занимаются все внутренние политики. И так и происходит. Мировой политикой мало кто занимается. Отодвинули это все значит на какую-то полку. Она там пылится, пылится этот вопрос. И все вот как бы занимаются внутренними вопросами. Но надо понимать, что если вы не будете решать вопросы мирового порядка, если вы допускаете узурпацию власти, если вы сотрудничаете с узурпаторами, то вы никогда не решите внутренних вопросов. Рано или поздно обвал произойдет, как и внутри. Но я думаю, рано или поздно они созреют. Мировая политика созреет для того, чтобы принимать серьезные решения. Особенно в отношении тех стран, где власть узурпирована. Посмотрите, вот Северная Корея. Они объявили 11-дневный траур. И если кто-то будет хотя бы с моим лицом, из 27 миллионов северокорейцев, кто-то улыбнется, вот как мы с вами, за эти 11 дней. Смертная казнь сразу. Понимаете? То есть, вот такой маразм сейчас процветает в тех странах, где власть узурпирована. Почему мировая политика этим не занимается? В Украине по этому поводу интересный мем есть. Ну, я, пожалуй, попрошу поставить картинку. Когда что-нибудь подобное происходит с врагом или с диктатором каким-нибудь, в Украине есть мем. такие украинские красивые женщины пляшут под гармонии, под баяны и надпись «Яка сумнановы над». То есть, какая грустная новость. Как говорится, до слезы грустная новость. Извините, Михаил, продолжайте. Да. Вот я сейчас и говорю о том, что вот эти вот некоторые моменты, касающиеся вот этих вот не хочу произносить, но приходится говорить слово пандемии. Они, оказывается, играют на руку как раз таки тем, кто узурпировал власть в собственной стране. Мировому общественному сознанию, мировой политике некогда заниматься узурпаторами. И они возрадовались, возликовали, они почувствовали себя полубогами, они общаются друг с другом, они организуют прямую линию, да, вот, разговаривают друг за встречи, там виртуальные видео и так далее. Они радуют, они ликуют, потому что понимают, что вот это состояние мировой экономики, мировой политической системы, вот, вот ее больное состояние в данный момент вызывает у них радость. Почему? Потому что оттягивает наступление их кризиса. Но кризис неизбежен. Он придет или в экономическом обрушении, в политическом, в культурном обрушении, рано или поздно он придет и это законы эволюции и эти законы эволюции будут сами наводить порядок. Хочет этого Путин или хочет это Китай или не хочет, все равно эти изменения произойдут, они неизбежны. Михаил, мы знаем, что у ФСБ ранее у КГБ были самые низкие, самые беспринципные и самые позорные методы и конечно же эти все методы переняли Путин и его последующие. Это конечно же международный терроризм, это шантаж, это угрозы, это политические убийства и это даже более серьезные методы вплоть до военной агрессии и убийств массы людей, вплоть до применения отравляющих веществ, как это было в Сирии. Сейчас мы наблюдаем очередной ФСБшный метод, КГБистский метод, это шантаж западного мира по поводу того, что Путин панически боится расширения НАТО. Ваше мнение, откуда у него такая паническая боязнь, это то ли это боязнь окончательно потерять Украину, соответственно и все шансы на Российскую империю или на СССР, то ли это боязнь повторить деяния Горбачева, который допустил первое расширение НАТО. Почему Путин этого так боится, что применяет самые позорные, самые грязные методы шантаж, военные запугивания, угрозы и вплоть может быть до прямой военной агрессии. И насколько это связано с традициями его вонючей конторы, как вы считаете? Я думаю, никакой угрозы расширения НАТО не идет. Нужно просто, знаете, воздействие на общественное сознание для того, чтобы отвлечь внимание общества и российского и в том числе международного сообщества от главной проблемы. Главная проблема заключается в узурпации власти. Раз, в укреплении личной власти Путина. Два, что это абсолютная власть. И многие начинают об этом говорить, и для того, чтобы отвлечь внимание от решения этих главных вопросов. И он поднимает вопрос о расширении НАТО на восток, как он говорит. Я лично ни одного солдата НАТО не увижу никогда в жизни, даже если Путин умрет и пройдет 30-40 лет, и я еще 50 лет буду жить. Я ни одного солдата НАТО не увижу. Даже когда рухнет путинист, даже если будет война, я думаю, они сюда не зайдут вообще. Им это не надо. Никто сюда не придет. Это миф, миф, который использует Путин для того, чтобы отвлечь внимание общества. Не только российского, но и в том, что и международного сообщества. Для чего ему это надо? Это надо понимать. Дело в том, что в свое время тот же агент ФСБ РФ, я, кстати, когда ставлю ФСБ РФ и КГБ СССР, считаю, что ФСБ РФ намного выше на голову, чем КГБ СССР. Не в плане профессионализма, а в плане кровавости, в плане террора, в плане проведения спецопераций против общества и вплоть до того, что они способны проводить даже не просто спецоперации, а настоящие войны. То есть КГБ СССР не могла войну учинить какую-нибудь и вести автономно какую-то войну. ФСБ РФ на голову хуже. На голову хуже. То есть на голову потенциал разрушения у нее гораздо больше. В свое время Литвиненко, которого отравили полоним, он же из этой системы. Он, по-моему, сказал следующее. Как только вы уничтожите путинизм, путинское, ФСБ РФ, вот решите вопрос с Россией. 90% терактов в мире прекратится, не будет. То есть на 90% терактов в мире. Это, сказал человек, который вышел из этой службы. Не из КГБ СССР даже, а из ФСБ РФ уже. ФСБ РФ по уровню кровавости, по уровню военного потенциала, по уровню использования силы в отношении других стран с помощью террора гораздо больше, гораздо больше потенциал и гораздо более опасный, чем КГБ СССР. КГБ СССР можно было управлять. Политбюро управляло КГБ СССР. То есть собирались эти старцы и они говорили, что делать им. И таких спецподразделений по диверсиям было немного. Но мы знаем Вымпел, может быть, Альфа, еще там. Сейчас этих подразделений десятки. Мало того, появились ЧВК Вагнер по типу, по подобию ЧВК Вагнер. Такие спецподразделения, которые есть и у ФСБ, и у ГРУ, которая полностью тоже подчинена ФСБ РФ. В принципе. Это гораздо более опасная ситуация. Такого не должно было быть, чтобы спецслужба была самой властью. Такого не было никогда. Ни одна страна, даже в Китае есть аналогичные спецслужбы, но там они подчинены Коммунистической партии Китая. Политбюро Китая само решает, как использовать этот инструмент. В России эта спецслужба стала властью. Вот это самое опасное, что может быть в мире. Если спецслужбы станут властью, это будет бесконечный террор, бесконечные диверсии, бесконечные войны. В свое время монархи были упразднены. Почему? Потому что они не могли обеспечить мировой порядок. И на смену монархи пришли демократии, которые могли уже сдерживать тиранов и диктаторов в рамках послушания. Ну а сейчас уже необходимо апгрейд мировой системы и необходимо создать новые институты и инструменты управления как и мировой экономикой, так и мировой политической системой, упорядочить. И самое главное, что необходимо решить, как быть со странами, где власть узурпирована. Как быть с этими лицами, которые осуществляют абсолютное управление государством и обществом. Вот это главный вопрос, который мы не можем никак решить. Вот этот вопрос возник тогда, когда были острые противостояния между Северной Кореей и Южной. И этот вопрос они никак не могут решить. А надо было уже тогда решать. А вот думали, ладно, не будем решать этот вопрос. Потом не стали решать вопрос с Ираном. Потом не стали вопрос решать с Китаем и Российской Федерацией. И вот в конце концов законы эволюции заставят решать этот вопрос. Или мы приходим к войне к Третьей мировой с непредсказуемым результатом. Или же этот вопрос необходимо решать каким-нибудь последовательным, поэтапно или каким-либо еще другим способом, в том числе дипломатическим скорее всего. но мы видим, что мир пока не готов решать эти вопросы. А если он мир не готов, то эти вопросы сами заставят мир решать его с помощью закона эволюции. Михаил, раз уж мы сегодня говорим о спецслужбах в день ФСБ, как говорится, как-то мне вспомнить многочисленных блогеров, которые сейчас имеют небывалые успехи, которые происходят из этих структур. Ну, имеется в виду, конечно же, Юрий Борисович Швец, Сергей Жернов или, например, генерал непонятно какого там СВР или тот человек, который с явным харьковским акцентом выдает себя за такового. Поверьте мне, я как человек, 25 лет проживший в Харькове, я этот говорок чудесно знаю, его ни с чем невозможно перепутать, поэтому ну, кого-кого, а меня обмануть в данной ситуации невозможно. Но в любом случае народ почему-то тянется к выходцам из этих структур, и некоторые из них, в том числе и вышеперечисленные, имеют огромное количество поклонников, просмотров, и им почему-то верят. Насколько вы, например, склонны верить выходцам из данной структуры, кстати, Геннадия Владимировича Гудкова упомянем еще, и ваше отношение вообще к людям, которые работали в этой структуре, насколько они внушают доверие? Ну, я в свое время, Василий, подписался, а потом посмотрел, послушал и отписался. Все стало понятно мне, что это не то. Мик, конечно, да, понятно, слушаешь. Так, дело в том, что это, знаете, говорит не о том, что они, они используют шанс, он предоставляется, они могут заработать денег в том числе, они могут провести какие-то, это может спецоперация быть, вполне возможно, почему? Но ничего такого полезного, продуктивного, позитивного, ничего более не будет. Это будут мифы, это будут легенды, и это все связано, знаете, с чем? С качеством общественного сознания. К сожалению, методика отрицательного отбора принизила планку, в том числе и медийную, для народа России. Вот она очень, это то же самое, как, например, люди, они же сначала детьми приходят в этот мир, им рассказывают сказки, они смотрят мультфильмы, да, и вот если на этом уровне оставить сознание ребенка, то он потом будет верить в легенды и мифы. Вот, к сожалению, у нас такое общество, которое не стало развиваться, не стало просвещать себя, не стало образовываться, а вот верят в эти сказки, и вот для того, ну они же взрослые стали люди, сказки им теперь не расскажешь, им надо рассказывать легенды, мифы, и вот люди с удовольствием это слушают, но это, я говорю, это как бы реакция на общественное сознание, причем на этом танцполе начали танцевать все эти сотрудники ФСБ, РФ, и вот они, только их видно, они во власти, они в обществе, они на телевидении, они в кино, понимаете, вот они танцуют, а куда-то другие, остальные люди куда-то поисчезали, и на этом танцполе действительно одни сотрудники ФСБ, да, раньше хоть были, была армия, там, полиция, да, а сейчас ФСБ, там, и люди думают, что так и должно быть, никто не может убрать этих людей, у которых, значит, плохо танцуют, да, вот что мешает, вы же знаете, да, этих людей надо убрать, да, пусть придут настоящие танцоры, настоящие танцоры, которые способны выражать общественное мнение, выражать науку, культуру, которые будут танцевать красиво, и мы будем смотреть на них и восторгаться, нет, народ этого не понимает, вот он смотрит, эти люди танцуют неестественные вещи, вот, там нету ни танго, там нету фокстрота, там нету румбы, прекрасно, там черт знает, что происходит, то есть, там даже не сказки, там какие-то мифы и легенды, которые невозможно не доказать, они друг друга обвиняют, склоки какие-то, ну, поставьте эту скамейку, и пусть там собираются эти бабки, и пусть они, значит, там перемалывают друг другу косточки, вот, что-то такое, на мой взгляд, я не знаю, правильно я выражаю свои мысли, или неправильно для понимания, но тем не менее, ничего позитивного я не нахожу, поэтому я и уже и не смотрю, я отписался. Михаил, чем именно вы объясняете такую высокую популярность блогеров, выходцев из всевозможных, или якобы выходцев из всевозможных российских спецслужб, в чем феномен, почему, почему их так, имя так увлечены люди, наши зрители, уважаемые? А вот я почти объяснил, если бы у нас бы, например, президентом Российской Федерации стал бы танцор, то были бы танцоры одни, профессиональные, да, если бы стал комик, то были бы комики, очень известные блогеры, да, вот, журналист, значит, были бы журналисты, а так стал, значит, чекист, ну, естественно, и чекисты в блогосфере, совершенно реально, поменяете президента, и сразу в этот момент, дело в том, знаете, опасность в чем, почему надо менять часто, потому что, если у вас, например, певец, например, да, будет президентом, артист, вот, который играет на гитаре, например, 4 или 8 лет будет, нормально, он уйдет, общество и блогосфера не поменяется, но если он 20 лет будет, гитарист, президентом, то гитаристов, блогеров будет полно, вот, как в свое время, помните, значит, Ельцин, он был теннисистом, да, теннисом увлекался, и все стали, теннис везде, теннис, блогосфера там, значит, тоже говорила, то есть, они были в моде, потом пришел этот самбист, или как он его, джудаист, да, Путин, все стали заниматься джудо, и, естественно, в блогосфере тоже появились и джудаисты, и чекисты, и все остальное, а все остальные исчезли, вот, это результат того, что нельзя больше четырех лет кого-либо держать во власти, иначе вся блогосфера станет такой же, вот, как мы видим это сейчас, с агентами КГБ, СССР, там, ФСБ, РФ, еще пять лет там будет, и вообще еще там появится несколько генералов, увидите, там уж маршал даже появится скоро, гречка какой-нибудь воскреснет, почему нет, кстати, Михаил, обратил, если мы уже заговорили о блогерах, обратил внимание на интересную деталь, да, я иногда смотрю этих товарищей, потому что они иногда говорят удивительные вещи, за которые потом приходится их притягивать к ответу, брать за язык, и недавно один из них, профессор Саловей, пожаловался, я почему это вспомнил, потому что действительно, наверное, все-таки этот интерес зрителей, вот этим всем прогнозам от фейковых генералов, и их окружение, наверное, со временем будет таять, и этот процесс уже начался, почему, потому что профессор, в одном из последних своих стримов, слезно плакал, что у него, вот этот знаменитый русский офис YouTube, до которой плакался Саша Сотник, и прочие люди, которые творчески заходят в тупик, они, конечно, выдумывают внешние причины, не ищут причины в себе, и у них главные виноваты в падении просмотров, в падении интереса к ним зрителей, это, конечно же, русский офис, мифический YouTube, да, он есть, конечно, но занимается совсем другими делами, он не имеет отношения к контенту, к монетизации, к продвижению, там только рекламные проекты, работа с блогерами и так далее, это прекрасно знают все специалисты, которые связаны с платформой, это неоднократно озвучивали, все вопросы по продвижению европейского, в том числе и российского сегмента, вот эти все подписчики, просмотры, монетизации, все это в Ирландии, в городе Дублине находится, и никакой русский офис здесь никакого участия не принимает, но, конечно же, когда у тебя неудачи, когда к тебе теряют интерес зрители, когда ты заврался, перепрогнозировался, там по поводу падения рубля, смерти Путина в 22-м году или ухода его из власти, кстати, сколько там нам осталось ждать до 1-го января, вот ровно через 11 дней, мы снова ткнем лысиной в дерьмо профессора Соловья за его очередную ложь, ведь он нам обещал, что в 22-м году Путина не будет российской политики, а 1-го января, естественно, тоже 22-й год, поэтому ждать осталось недолго до очередного разочарования в этом персонаже, хотя кое-кто уже давно в нем не очарован, но я хотел бы сказать о другом, не кажется ли вам, что все-таки эти ребята теряют интерес публики, если они начинают жаловаться на русский офис YouTube, а не на свои какие-то неудавшиеся прожекты, и может быть, что они слишком далеко зашли в своем вранье, и параллельно вас спрошу, вы сказали, что вы там от кого-то отписались, но скромно умолчали, от кого именно. Да. Я, знаете, в принципе согласен с тем, что не такое велико влияние русского сегмента YouTube, не каждая другая причина, вот я сейчас попробую поделиться с вами этой причиной, главная причина, почему нет такого роста каналов, как вот, например, у канала, который есть, вот, путешествия, там, значит, или канала, который показывает музыку, там, или еще что-либо, да, вот, в плане культуры, искусства и так далее. Дело в том, что политическая ситуация в России, она сейчас настолько загустела, никаких изменений нет. Люди же, они же, им же надо интерес, им главный интерес, а ничего десятки лет не происходит в России. Поэтому этот сегмент, он уходит на нет, они жалуются совершенно правильно, потому что это неинтересно уже людям. Люди в этой загустевшей среде путинизма, да, в этой вязкой жизни, в этом болоте, им уже, то есть, они настолько уже согласны с тем, что происходит в России, вот, это качество общественного сознания, что эта тема их не волнует. Вот, если бы, например, кто-то сказал бы, вот, Путин завтра умрет, и он умер. Все, на него бы подписывались, независимо, там, русский сегмент Ютуба, хочет, не хочет, это интересно людям. А эти 20 лет, когда он умирает постоянно несколько лет, это уже, наверное, вызывает некоторое разочарование. Да, нет, это вообще, вообще касается политической жизни. Дело в том, что, что такое политика? Василий, политика это борьба за власть, в легальном поле. У нас борьбы за власть нет уже, вот как в 91 году рухнул Советский Союз, никакой борьбы за власть не происходит в России. Нету, а если нет борьбы за власть, значит нет политики. Значит, те блогеры, которые занимаются политической, частью, да, вот культуры, общества, они, получается, за бортом медийного пространства, они за бортом общественного мнения. Потому что, если бы мы создали ситуацию в России, настоящая политика, если борьба за власть в легальном поле, если это действительно политические партии, вот тогда бы у нас были миллионы подписчиков. То есть, те люди, которые занимались бы политикой. Но эта тема сейчас, это болото в России, поэтому совершенно естественно, что на нас никто не подписывается, потому что нет политики, понимаете, нет свободных средств массовой информации. А что есть? А есть, вот, пожалуйста, порно, вот, пожалуйста, песни, вот, пожалуйста, путешествия. И там десятки миллионов. Это говорит о качестве общественного сознания. Наше качество, российское качество общественного сознания, или тех людей, которые говорят на российском языке, является зеро-ноль. И отсюда у нас результаты. У нас нет людей. Людям это не интересно. У нас такие люди теперь, понимаете? Это исчезающий народ, надо понимать. Если мы, нам плевать на политику, а политики нет, и мы с этим согласны, то скоро и нас не будет. И Ютуб, он как бы показывает, вы исчезаете, говорит он, и Соловей сейчас поет, ой, у нас мало, он как бы не понимает, что в том числе и его деятельность привела к тому, что никакой политики в России нет. Кстати, я с вами согласен, Михаил. Я в этом отношении согласен. Возможно, этот бедняга даже не понимает, что виноват он сам, и то, что он говорил и говорит эти годы. А может, действительно он верит в какой-то этот русский офис Ютуб. Я этого не исключаю совершенно. Может быть, он искренне винит Путина в своих неудачах с просмотрами. Он говорит, что у него уже несколько месяцев подписки стоят на месте, не растут. Говорит, такого быть не может, ведь я такой великолепный Санчо Паунса, и на меня должны подписываться. Я прямо Дон Кихот. Не, ну, я думаю, что здесь идет во встречном направлении и деятельность русского сегмента Ютуб, которому неинтересна эта политика. Зачем? Денег не приносят. Денеги приносят порно, песни и пляски. Они ничего больше не... Это качество общественного сознания. Если мы берем, например, замеры производим, да, в странах развитой демократии на первом месте в поисковике это политика, это здоровье, вот, это вот такие... А если мы возьмем Россию... Нет, Михаил, я с вами не согласен. Политика всегда интересовала и будет интересовать людей. Нужны просто свежие идеи, нужно что-то новое. Просто людям надоедает смотреть одно и то же. Это мое мнение. Нет. А я скажу, что, например, значит, в поисковой системе вот страны, где власть узурпирована, да, или страны Востока, да, вот так скажем, да, там на первом месте не сайты здоровья или политика, а на первом месте порно. Понимаете? В других странах на первом месте путешествие развлекаловка, понимаете? А вот страны развитой демократии, они интересуются политикой. Они слушают, значит, журналистов, они слушают, значит, писателей, политиков слушают, да, на них подписаны. Они держат руку на пульсе общественного мнения. А есть страны, где качество общественного сознания, благодаря негативной системе просвещения и образования, угнетенной такой, скажем, системе, да, вот там не интересуется политика, потому что самой политики там нет. То есть, все зависит от качества общественного сознания. И я думаю, что, учитывая, что русский сегмент YouTube понял, что политикой уже не интересуется, потому что это болото. Вот. Они не заинтересованы в том, чтобы поддерживать уже эту часть культуры, вот, в том числе и тех блогеров, которые занимаются, значит, политическим просвещением. Они в этом не заинтересованы. Они заинтересованы в том, что если население глупое, то давайте мы будем на этом и зарабатывать деньги. И все. Я думаю, вот это вот одно из мнений, одно из объяснений того, почему с российским сегментом политического, значит, блогерства, вот такое плачевное состояние. Вот я думаю, это вот так можно объяснить, в том числе. Я думаю, и Марк Фегин, кстати, который тоже пытался миллион сделать за год и столкнулся с той же проблемой, как у Соловья. У него тоже все остановилось? У всех, кроме Швеца. У Швеца не... их противников по политическому сектору. Это все приходит в YouTube и YouTube начинает задвигать такие каналы, убирать их ролики с главной страницы, с раздела рекомендуемой, то есть, похоже, эта колонка, друзья, рядом с нашим видео, с правой стороны и так далее и тому подобное. Люди просто перестают видеть эти ролики, потому что политика, она не нравится рекламодателям, как вы правильно заметили. Политический сегмент, он YouTube не интересен, потому что это темы практически всегда конфликтные, их не любят большие рекламодатели, всякие там Pepsi-Cola и Volkswagen, поэтому любой канал, который будет заниматься политикой, он рано или поздно, в основном это в среднем происходит через 2-3 года, сталкивается со стагнацией и метод борьбы с этим только один. Пытаться выдумывать что-то новое, менять формат, привлекать какие-то новые методы развития и так далее, а все время сидеть и болтать, как мы с вами, Михаил, это только хобби и удовольствие, тут с развитием будет тяжело, у нас тоже канал за год дошел до 100 тысяч, а теперь 2 года топчется, набирает по 10 тысяч за полгода, примерно так. Да, я перебил, извиняюсь, пожалуйста. кстати, я заметил и следующее, дело в том, что вот рекомендованные, которые вы говорите, да, это очень важная вещь, многие люди включают и отходят потом, да, от экрана монитора, а за это время, как бы, счетчик, ютуба считает, что его смотрят и реклама идет автоматом, то есть, если у вас есть в рекомендованных вы, то вы получаете больше бонус, потому что половина людей, половина на автомате идет, на самом деле. И очень важно рекомендованных... Нет, это малосущественный фактор, в основном, в чем прелесть рекомендованных, потому что люди просто видят превью с вашим видео и, если оно привлекательное и интересное на заглаве, на него просто кликают и смотрят ваши видео после просмотра чужого видео. Нет, я имел в виду, что если рекомендованных... но это редко происходит, когда кто-то автоматом включает следующее видео и оно как бы... а вы его уже не смотрите, а оно идет автоматом просто. Ну так бывает, поэтому очень важно рекомендованных... Очень важно вот это вот... Именно если вы попадаете в рекомендованные, то просмотры увеличиваются в несколько раз. Но это не гарантирует, что их смотрят. Просто они могут на автомате рассмотреться. Друзья, с вашей помощью мы постараемся попадать почаще в рекомендованные и, конечно, с помощью Михаила Тивосяна. Михаил, что-то... Я еще... Если бы... Да, мы бы имели бы политическое сознание общества в России, тогда бы политика была выгодна бы Ютубу. Тогда бы в политике все были бы. Почему? Потому что непредсказуемо было. Сегодня один губернатор, завтра мэр, другой меняется все время, президенты постоянно меняются. Вот это качество общества, это живое общество, которое заинтересовано в качестве завтрашнего дня, потому что они думают о детях и о внуках. У нас никто ни о чем не думает. Если половина населения хотят уехать в другие страны, это говорит о том, что у нас общественное сознание зеро, ноль. Друзья, я надеюсь, что у наших зрителей общественного сознания в разы больше, чем у остальных, поэтому спасибо вам за то, что вы остаетесь вместе с нами, спасибо вам за то, что вы, несмотря на происки разных офисов в YouTube, смотрите нас, и спасибо вам, уважаемый Михаил, всего доброго, до свидания. Спасибо, Василий. Я бы хотел дополнить, что будущий России на самом деле зависит от тех, кто смотрит политические каналы, вот от нас зависит, от тех, кто делает и тех, кто смотрит, вот это будущее, это будущее любой нации, любого государства и любого общества. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы верите в будущее. До свидания. Всем пока, здоровья. Друзья, подпишитесь на наш аккаунт на платформе без цензуры Бастион, там мы говорим о том, о чем нельзя говорить на YouTube. ссылка в описании. Друзья, подписывайтесь на наш канал, а также на наш Twitter и Telegram, если хотите быть моментально в курсе самых важных событий. Все более подробно на сайте sobynews.com Спасибо всем, кто помогает в работе нашей команды. Ссылки и реквизиты в описании. субтитры и субтитры